Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Мой прошлый прогноз отработал. Давайте будем разбираться, каких же движений от крипторынка нам с вами ожидать далее. В этом выпуске расскажу вам про биткоин, Stellar Lumens, Ripple и затронный эфир. Давайте начнем с биткоина. Мы с вами наблюдали прострел активу. Он прошел до предыдущей зоны консолидации. И консолидация на нынешнем уровне показывает то, что актив сейчас закрепился. На младших таймфреймах актив показывают бычью модель. Но хотел бы обратить ваше внимание то, что такие модели, они все-таки рассматриваются обычно на крупных таймфреймах. Но все же, если взять более мелкий таймфрейм, у нас с вами формируется явно бычий паттерн. Также надо обращать внимание то, что сейчас актив торгуется, объемы торгов возросли. На данный момент по биткоину я ожидаю движение к цене плюс-минус 3800 долларов. Следующая, соответственно, зона сопротивления у нас 4000 долларов. Но для начала надо протестировать 3800. И вероятнее всего, на возросших объемах мы с вами на этот тест пойдем. Если смотреть на более глобальных таймфреймах, то по моему мнению, мы находимся в базе накопления и актив просится на уровень 4200. Но не стоит забывать то, что по биткоину у нас осталась всего одна поддержка. Она находится на уровне 3400 долларов. Если нас начнут подгонять к этому уровню, то лучше начать закрывать сделки без убыток, потому что, объективно сказать, уровень 3200 является поддержкой или нет, сейчас довольно проблематично. Я бы сказал, что не является. Зоны остановки, да, но так что поддержкой очень навряд ли. Пока же движение по биткоину я рассматриваю как движение в рамках фазы накопления. Говорить о каком-либо пробое этой фазы можно только после уровня 4600, это первый, и второй 5600. Также еще хотел бы сказать по поводу того, что сейчас вышла, ну, многие считают, довольно серьезная новость. То, что взломали биржу криптопия, то, что там довольно большие потери, и то, что это отразится на курсе актива. Скажу так, я считаю, что это не отразится на курсе актива, потому что, если бы эта новость была значима для рынка, то мы бы с вами уже увидели движение нисходящее. Довольно многие мне пишут, что на данный момент я сосредоточился на биткоине и на эфире. Действительно так, потому что на эфир, ну, эфир сейчас реально дает возможность зарабатывать, там более просматриваемые границы. Но давайте разберем еще два довольно важных актива, это Stellar Lumen и Ripple. Что касается Stellar Lumen, этот актив сейчас находится в такой ситуации, то, что действительно лучше его не трогать, потому что, если по биткоину мы еще ощущаем поддержку на уровне 3400 долларов, то Stellar Lumen торгуется у границ своей нижней поддержки, и еще ниже поддержек у него нет, у глобальных. Сейчас он находится в глобальном бойковике, вероятно, тоже в фазе накопления, но что-либо думать по этому активу до 13,5 центов я не вижу смысла. Ситуация по Ripple очень похожа на ситуацию по биткоину, формируется такая же бычья формация, и думаю, в краткосрочной перспективе Ripple по 35 центов мы с вами увидим. Что касается поддержек, там поддержки на уровне 30-31 цент, довольно неплохие. Кроме того, если мы к ней пойдем, то пробить ее в один раз у нас получится навряд ли. Что касается ситуации по эфиру, я вам настоятельно рекомендую посмотреть мой прошлый выпуск, я там обозначил все цели по эфиру, которые технически оправданы, но я решил, по крайней мере, по первой цели, там от 130 долларов не фиксироваться, по той причине, что все-таки завтра Константинополь, и мы должны понять, будет он реализован или нет. Своего рода риск, да, но если действительно все будет так, как задумано, в принципе, это должно толкнуть цену эфириума. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что можно немножко пренебречь техникой и рискнуть, учитывая то, что, в принципе, фундаментальный фон, если он будет реализован, он довольно положительный. Своим видением по рынку я с вами поделился. Еще раз напоминаю то, что говорю именно то, что это мое видение по рынку, не призывая вас торговать, так как торгую я. И всегда рад вашему аргументированному мнению в комментариях. Давайте сделаем так, чтобы адекватных, интересных комментариев было больше, чем всякого дебильного шлака. Также, если это видео оказалось вам полезным, поддержите его лайками, а если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Все самое лучшее, работаем.